Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о тех культурах, которые зра вы посадили рядом. Посадили рядом и не имеете урожай. Или эти культуры где-то растут у вас на участке, а вы потом не думаете, почему соседние культуры не дают урожая, почему они плохо подоносят. Ну, самая такая простая культура, хорошо распространенная в наших огородах, кому везет, конечно, это укроп. Вы замечали, что укроп насевается всюду. Он растет в свекле, в моркови, он и по картофелю сходит. Все вашные огородки покрыты укропом. Даже там, где высадили огурчики, тоже тянется зелень укропа. Ну и вот потом укроп поднимается, поднимаются зонтики, и ваши культуры начинают шахнуть. Начинают шахнуть, а вот здесь как раз и оказывается самое промое влияние укропа. Его корневые выделения, значит, подавляют развитие культурных растений. Укроп действует очень отрицательно на большинство культурных растений. Еще более отрицательно на овощные культуры действует ее родственник. Фенхель или сладкий укроп. Это двухлетний укропчик, который также иногда выраживается нашими садоводами. Ну, к счастью, конечно, не часто. Так он точно так же очень агрессивен по отношению к другим овощным культурам. Ну, что необходимо предпринять? Если у вас так получается, смотрите, укропчик хорош в салатах, конечно, с помидорами. В салатах с огурцами укропчик хорош, свеженький, зеленый. Вот на градке он будет вредить и тем же помидорам, и тем же огурцам. Они будут замедлять рост, они начнут болеть, на них начнут появляться вредители. Самый простой способ, что на этих градках, где у вас растут огурцы и помидоры, укропных растений быть не должно. Их надо безжалостно вырвать. Вырвать вместе с корнем, то освободить из этих градки. Посмотрите, как ваши огурцы и помидоры сразу повеселеют и сразу начнут расти. Потому что так же пойдет рост и морковка, и свекла, они все прямо оживут. Но иногда получается так, что у нас какие-то культуры растут рядом. Вот мы посадили просто, может быть, по незнанию, или просто освободилось место. Вот мы рассадили капусту. Посадили мы капусту. Растет у нас капуста, прекрасно развивается. Ну а там остались пустые места. Остались пустые места. Садить уже как бы что-то, время уже ушло. Июнь месяц на улице, поздновато. Ну мы думаем, дай-ка посею дайкон, дай-ка посею речку. Они как раз в кочине вырастут. И вот мы видим, что наш дай-кон и наша редька как бы начинают пропадать. Начинают пропадать, начинают как-то скукоживаться. На них как-то массово начинают появляться вредители. В таком случае, значит, надо предпринимать меры. Почему? Потому что культура, сама капуста и дай-кон, и редька, они родственники. Они родственники, это самое. И вот капуста, как уже более крепшая рассада у нее, более все. Значит, вредители многие уже не отдают ей как бы повреждений, не повреждают. А вот на молодые всходы они нападают. Ну что необходимо предпринимать? Для того, чтобы с капусты вредители не ползали на всходы растущих рядом красноцветных культур, мы их обрызгиваем соседей. Рыбом метаризиум обрызгали, и значит, вредители уже будут отходить от наших растений гораздо дальше. Ну, следующий такой вариант. Тут бобовые культуры не любят для того, что рядом рос лук, чеснок, помидоры, перцы, баклажаны, то есть пошленовая группа. Потому что эти культуры, которые растут рядом, на тот же лук и пошленовую группу нападают от мучницы-тароса. А бороться с ней очень просто. Триходерма и семная палочка. А при скалете посевы, значит, уже этого инфекционного фона на этих растениях не будет. Вот что необходимо предпринять. Ну, и следующее, что еще необходимо помнить. Смотрите, свекла не любят расти с морковкой. Когда они будут расти рядом, соседние родочки, как бы, урожая большая, ни морковка, ни свекла не даст. Поэтому мы, если что, такой способ, кроме, конечно, обработки биопрепаратами, что мы будем или делать пространство. Это может быть дорожка, это может быть культура, которая растет рядом, которая любит расти, промежуточная культура. То есть нейтральный сосед, который, как бы, хорошо растет и с одной культурой, и с другой. Поэтому на все эти вопросы мы давайте обращать внимание. Потому что, смотрите, дальше, вот уже с классическим примером считается, что если посадить рядом картофель и посадить помидоры, значит, фитофтора на помидорах появится очень скоро. То есть она с картофеля очень быстро переходит на помидоры и приносит нам вред. Какие обсорта не были устойчивы, но иммунитет их не выдерживает такого натиска с картофеля. Поэтому, смотрите, кто с кем не любит расти, страсть эти растения, не садить вместе. Если у вас так уже получилось, значит, предпринимаем или удаляем физически, если еще подытожим, удаляем физически, высаживаем нейтральные растения между культурами, которые враждуют, делаем дорожки между культурами, которые враждуют между собой. Далее, от болезней, для профилактики болезни поливаем седной палочкой и опрыскиваем, или триходермой, а от вредителей метаризиум, гриб, используем, опрыскиваем. Если вы так вот сделаете, значит, на вашем огороде все будет гармонично, все будет расти, все будет давать приличный урожай, у вас будет расти к рыске чистая продукция, которая будет доставлять вам удовольствие и здоровье, чего вам и желаю. До свидания.